а ну и ветер мне хочется с той стороны идти всем привет сегодня ураган мы идем в ботанический сад ну а в целом в общем-то хорошая погода если не было ветра но было бы довольно жарко наверное нет ужас к прическа дать снимать на такой у меня есть новая футболка red hat там что-то там open shift ну ладно для тех кто в теме это поймет так те кто не в теме но это что-то компьютерное спасибо ну что-то на возмущаешься скажи каждую галерею вход стоят 400 рублей там штук 4 по моему но при этом если покупаешь вход в галерею то футболе какая галерея оранжерея по парку можешь гулять так отдельно парк стоит 150 рублей фонтане работать я смотрел картинку этот фонтан был заполнен кассу нет ладно пойдем пойдем но он теперь главное не забудь что у нас два часа экскурсия я думаю что нам много людей это тоже красивые пионы на хорошо гулять красивая елочка оленей безразличных петербуржцев что я говорю можно смородину похавать но только где-то в августе наверно пускал на только и замолчал куда идем вот так куда хорошо ты будешь сегодня кушать что мы сегодня точнее будем кушать мы я сегодня планирую пойти в ресторан тайский это мои любимые пионы вот видишь значит они все становятся розовыми а потом белыми это не значит что у них краска есть я думаю всегда что их подкрашивают потому что когда покупаешь розовые пионы они стоят водички становятся белыми выцветают такое ощущение что что понюхала понюхала а не боишься отравиться все красивые деревья они еще как это мухоловка там вот это вот ядовитая которая аллергии нет на неизвестные растения он вечером мы видим нет не хочу жимолость жимолость это мой папа любит жимолость у нас на даче растет жимолость и на ней появляются небольшие ягодки которые можно есть они такие маленькие вытянутые у нас небольшой кустик а здесь вот там я себе это рассказала а здесь а здесь вот такое большое дерево как называются эти штуки оранжереи вот пошли оранжереи нам нужна водная оранжерея ой это наверно тучки что это туалет? да верно да что пойдешь в туалет? да это туалет туалет в любом хочешь? пойдешь? понятно а вот саш если сюда прийти когда есть яблоки и бананы их можно сорвать и съесть? ну я думаю что да вон они даже видишь какие-то маленькие тут есть а это что? мы попали в сад в зад в зад в сад в сад все как будто в этом ириски скис ириски скис вон смотря еще эти как его нераспустившиеся пионы вкусно пахнет? нормально? нормально вот такая фотка получилась красивая красивая а еще надо это в инстаграм выставить и сказать подарила мышцы ты прямо с землей да? там не видно что земля я люблю пионы одни из моих любимых столкнут вон там розовые пионы пионы ну пойдем дальше пойдем что пионов на меня что ли? считаешь парник такой себе сделать? да надо что-то построить в целом можно даже не ездить в Дендрари в Сочи хотя мы там тоже уже были правда сто лет назад вот здесь я тоже уже был когда я еще учился в школе даже часто ходили смотри какие цитаты кстати вот это слышишь это походу лук или чеснок ну да это чеснок включает два машины трупики и субтрупики что как тебе? интересно 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 сейчас пойдем в японский сад потом сходим по кушать наверное кушать хочется что ты думаешь по поводу водной этой? ну можно было не 400 а 200 рублей сделать так прикольно один раз можно сказать посмотреть за один раз мне кажется все равно все инжирей не пройдешь они такие красивые они не очень панику самые вкусные розы которые пахнут это в Болгарии там очень шикарно пахнут розы таблички умерших растений вот это очень вкусно пахнет такая маленькая в гостях у Алиса а вот такой есть японский садик только бонзай 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 это миниатюрное дерево которое по идее как бы очень похоже на большое только маленькое пришли на хлебники вот челочка с собой поправляет а это красивый красивый ой красивый ты какой красивый вчера конец нас ходил постричься да теперь мне лень делать уклад теперь он каждый день делает уклад снимается через 5 минут ну что ты хочешь ты питерская погода ветреная не похоже что ветреная сейчас всего лишь 7 метров в секунду нормально а что она подслушала нас походу это как так женщина айфон аж подслушивает Сири мой телефон 000 мой телефон 000 нет я не шучу нет я не шучу нет не думай что это пароль звони звони мой телефон 000 мой телефон 000 мы сейчас едем покушать в кафе тайка там паназианская пища под тай всякие тайские блюда мы там уже были поэтому там знаем что там вкусно поэтому специально туда едем мы саша едем таки голодные что у меня желудок сводит у меня желудок сводит да 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 я тоже немного удивлена ну ладно надеюсь мне идет как вам я сейчас сходила в магазин и купила пасту том том ям и пасту том ха я не знаю чем они отличаются в принципе я готовлю суп том ям и том ха но чем отличаются эти пасты я честно говоря не знаю сейчас заберу одну из них буду готовить суп либо том ям либо том ха и покажу как я готовлю этот суп с пастой я еще не определилась либо том ям либо том ха так что поехали для супа мне понадобится куриный бульон я готовлю его из куриной грудки так достаем куриную грудку нужно будет ее порезать на мелкие кусочки оп кладем ее на тарелочку и потом мы ее порежем на мелкие кусочки пришла за советом к Саше спрашивайте из какой пасты готовить приправы том ям или том ха том ям окей ну ладно спасибо ну вообще как я поняла что том ха это с кокосовым молоком а том ям без молока кокосового но мы любим экспериментировать поэтому сделаем том ям с кокосовым молоком итак добавляем кокосовое молоко фирма Санта Мария внутри выглядит так очень странно добавляем это все в наш бульон опа следом добавляем пасту том ям готово все это дело мешаем потом нам понадобятся грибы шампиньоны я их уже почистила сейчас буду нарезать и добавляем их тоже в суп раз два три следом добавляем в суп нарезанные шампиньоны так идут туда хоп 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 шампиньонов много не бывает и еще добавляем шампиньонов ну и еще совсем чуть-чуть шампиньончиков тоже добавим хоп да я люблю шампиньоны в последнее время я их полюбила раньше вообще терпеть не могла далее режем куриную грудку раз два три следом добавляем грудку супчик наш опа-ча опа-ча и опа-ча далее нам понадобится ассорти из морепродуктов но это вот на ваше усмотрение обычно я обхожусь только креветками вот у меня сейчас есть королевские креветки уже очищены и ассорти из морепродуктов к сожалению она у меня замороженная достаем морепродукты и одной рукой это очень неудобно делать достали морепродукты и кладем всю эту красоту в нашу кастрюльку вот что у нас получается теперь мы чистим хвосты от креветок пока я чищу хвостики у креветок нужно включить плиту на огонь чтобы оно закипело и поварилось чтобы сварились наши грибы и морепродукты наши хотя они наверное уже вареные но они замороженные чтобы они были нормальными короче говоря ну все я почистила креветки и теперь добавляю их в наш супчик он еще не закипел почему когда приходишь в какой-нибудь ресторан и заказываешь блюда с креветками тебе приносят креветки чищенные но не совсем чищенные на хвостике остается у них вот эта вот штучка в панцирях почему нельзя полностью почистить блюдо то не дешевое с креветками а дорогое так я отбавила креветки ждем пока все закипит ставим его на средний огонь и помешаем ложечкой так мешаем 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 и на среднем огне варим его минут 30 итак после того как он закипел мы поставили средний огонь мы добавляем лайм и острый перчик я нарезала не весь перчик а половинку вообще кто любит поострее паста там ям и так острая ну вот я все равно еще добавляю это все идет сюда и лайм я не кидаю полностью я просто выжимаю сок лайма так вот и вторую половинку если у кого-то нет лайма можно и лимон если у кого-то нет лимона можно и без лимона и без лайма и так хорошо все после этого добавляем следующие ингредиенты прошло примерно 15 минут грибочки наши уже сжались и в принципе уже практически готов осталось пару ингредиентов 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 короче осталось добавить помидорчиков и соль раз два три ну что теперь добавляем помидорчики у нас супчик помидоров как и шампиньонов много не бывает надо аккуратненько класть но их очень много чтобы так аккуратно их класть будете смотреть как я докладываю помидорчики по одному ну ладно смотрите что делать я не могу аккуратно класть или могу прошло пять минут и осталось нам только посолить суп я советую вам такую соль мне она очень нравится сделано морем солим оп хоп-хоп-хоп мешаем и супчик готов я надеюсь что вам мой рецепт понравился и пригодится и вы тоже попробуйте приготовить такой вкусный супчик сейчас будут снимать пробу главный критик ну как вкусно так тебе нормально угу хорошо в самый раз отлично приятного аппетита спасибо всем доброе утро посмотрим что здесь делает Саша молодцы добрые у кого нет нельзя готовить когда плохое настроение утрожил тебе добрые у кого-то может быть добрые у кого-то возьми у тебя добрые вкусные оладушки это еще не пробовал я попробовал я попробовал ну первую я жжу конечно а у нас же кстати есть такая круглая штучка но это не для масла наверно для блинов да для ножа и все что там лей на всю сковородку полностью делай олада блин надеюсь что вкусно получится я тоже очень надеюсь потому что я уже голодная еще последние оладушки Саша дожарил Саша строй варенье это бабочкиное варенье съем огорода персики правда они у нас уже 2 года стоят но ничего я думаю что они не испортились только вкуснее стали так Саша открывает персиковое варенье ммм запахнет еще у нас здесь есть дынька и вот Саша нажарил горку оладьев ну все давай тогда кушать вкусно пахнет? вкусно давай приятного аппетита после такого платного завтрака мы конечно же будем смотреть какой-нибудь интересный фильмец на Габи хорошо но только так жарко фильм называется Абгертыштен Звонок Мертвецу кстати я смотрю фильмы потому что там только так я могу смотреть этот фильм ну что у тебя фильм ну никак отличный фильм понравилось? да смотрите Звонок Мертвецу хороший фильм так и вот